Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем-то у нас хорошие Подготовленные ребята Удивительно, что они в этом плане Как-то стали играть осторожно И не справились в первом тайме Во втором, вот сейчас Хомяков провел хороший тайм В принципе вдвоем с Тюменцем Они по сути-то все люди не переиграли Не случайно у нас моменты пошли Порадовали то, что в концовке Отыгрались, как правило После таких ничьих Можно сказать И вообще, с самого восприятия игры закаляется характер. Хотя, возможно, иногда нам нужно проиграть, чтобы сделать какие-то еще более... Не хотелось бы, да. Но пока так складывается, что вот еще с осени прошлого года пока идем нормально. Без проигрыш на серии продолжается. Но, честно, по игре возникли вопросы. Будем сейчас смотреть. Очередная игра уже в четверг, не за горами. Сейчас в Красноярске едем. Естественно, что уже сейчас видно, что будем носить коррективы в среднюю линию, потому что нас пропускают два игрока по желтым карточкам. У Сулеймановых уже второй раз по четыре. И вот Лямзин будет пропускать, получил карточку удаления. Две желтые. Нет, вопрос дисциплины. Просто немножечко, чуть-чуть азарта. Неповерного, лишнего азарта возникло. Тем более, был предупрежден, что на карточке поаккуратно, но вот сыграл грубовато. У меня вопросов больше на самом деле нет, потому что все, сканально рассказали. Может быть, кого-то индивидуально? Ну, индивидуально сложно, потому что, в принципе, вся команда как бы сражалась, по большому счету. И капитан за собой повел, и Родионов в нужный момент выручил. Я думаю, что и защитники стали справляться с этим основным нападающим, который вышел во втором тайме, высокий габаритный парень. И я скажу, что и средняя линия стабилизирована, и Савельев стал больше мячей выиграть. Поэтому здесь, я думаю, что здесь, но не в первом тайме. Во втором, я хочу сказать, что они справлялись, но ценой, скажем так, либерального судейства немножечко. Либерального.